В воскресенье полицейские отметят профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел. Традиционно, подводя к празднику итоги работы, в полиции отмечают – нынче в Мариел зарегистрировано общее снижение уровня преступности. 926 преступлений регистрируется в среднем на 100 тысяч населения. Этот показатель ниже, чем в среднем по России. Вместо белых рубашек и нарядных кителей – маски и спецодежда. Сотрудники органов внутренних дел демонстрируют свои навыки и умения на улицах Ишкаралы. Важную роль в раскрытии преступлений играет слаженная работа сотрудников всех внутренних служб. Многие из этих людей знакомы не один год, а кто-то практически всю жизнь. Среди таких – Петр Матвеев. Старший прапорщик отметил 30-летний юбилей в органах. Признается, о смене работы не задумывался ни разу. Привык работать. Справа было трудно. Но постепенно втягивался эту работу. Сейчас нравится. В этом году количество зарегистрированных преступлений в Мариел сократилось более чем на 12%. Почти вдвое сократилось количество разбойных нападений. На четверть снизилась несовершеннолетняя преступность. В последние годы на помощь полицейским нередко приходят системы видеонаблюдения. Они установлены в самых оживленных местах – на авто и ЖД вокзалах, бульварах, в парках, на набережной. Наблюдение ведется круглосуточно. Вся информация стекается в единый центр. Поэтому в рабочем графике сотрудников внутренних дел порой нет ни выходных, ни праздничных дней. Но несмотря на это, любовь к службе они нередко передают из поколения в поколение. Прослужив 30 лет, пошли по моим стопам дочери. Одна МЧС, другая – полицию. По темпам снижения уровня преступности Республика Мариэл сегодня занимает одной из лидирующих позиций среди всех регионов России. Такого положительного результата удалось добиться благодаря как высоким технологиям, таким как системы «Безопасный город», «Глонас», так и ежедневной работе полицейских на улицах. Кстати, День полиции, признается Петр Матвеев, он, впрочем, как и его сослуживцы, редко встречает за праздничным столом. После дружеских рукопожатий и приветствий они обычно отправляются на оперативные дежурства. Ведь работа сотрудников ОВД – это не только дисциплина и исполнение служебного долга, но прежде всего самоотдача. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова